В этом видео мы продемонстрируем работу индикатора дефектов подшипников электрических машин ИДП-07. Индикатор предназначен для контроля вибраций электрических и других роторных машин и проверки состояния их подшипников качения. Начнем с проверки вибрации. Присоединяем к прибору датчик вибрации. Включаем прибор. Нажатием кнопки Enter активируем мигающий пункт меню вибрация и устанавливаем на дисплей значение мощности проверяемого двигателя кнопками расположенными на правой стенке корпуса. Мощность данного двигателя 1 кВт. Нажимаем Enter. На дисплее появляется символ виброскорости. Поочередно устанавливаем датчик на подшипниковый щит в вертикальном и горизонтальном направлениях. При этом на дисплее каждый раз появляется значение виброскорости миллиметров в секунду и загорается светодиод, который показывает в какую зону оценки вибрации попадает измеренное значение. Норма зеленый, удовлетворительно желтый, неудовлетворительно красный. В нашем случае максимальное значение виброскорости наблюдается в горизонтальном направлении и составляет 5,6 миллиметров в секунду, что соответствует красной зоне оценки вибрации машины. Переходим к проверке состояния подшипника. С помощью правых кнопок выбираем и активируем кнопкой Enter пункт подшипник. Далее правыми кнопками поочередно устанавливаем на дисплей значение частоты вращения ротора в оборотах в минуту и диаметра вала под подшипник в миллиметрах и вводим их в память прибора нажатием Enter. Затем на дисплее появляется надпись дорожки. Это означает, что прибор готов к проверке износа дорожек и тел качения подшипника. Устанавливаем датчик на подшипниковый щит перпендикулярно оси вращения и прижимаем его с умеренным усилием. Ждем установившихся показаний. На дисплее отображается значение уровня виброускорения в диапазоне частот от 500 до 1800 герц и загорается желтый светодиод, который соответствует удовлетворительному состоянию дорожек. Нажимаем Enter. На дисплее появляется надпись смазка. Это означает, что прибор перешел к проверке качества смазки и установки подшипника. Мы видим значение уровня виброускорения в диапазоне частот от 2 до 10 кГц. При этом горит желтый светодиод. Это указывает на удовлетворительное состояние смазки. Снова нажимаем Enter. На дисплее появляется надпись дефекты. В этом режиме прибор проверяет уровень локальных дефектов. Трещин, сколов, раковин. Мы видим значение уровня пикового ударного ускорения на резонансной частоте датчика примерно 28 кГц. Светится зеленый светодиод, то есть локальных дефектов нет. Обратите внимание, при проверке уровня локальных дефектов поверхность в месте установки датчика должна быть ровной и очищенной от толстого слоя краски или грязи. На пути прохождения ударных импульсов от подшипника до места установки датчика не должно быть более одной границы раздела сред. Состояние подшипника также можно оценить, прослушав шум в подшипниковом узле. Для этого на правой стенке корпуса имеется разъем для наушников. Проверим нагрев подшипника. Присоединяем к индикатору бесконтактный инфракрасный датчик температуры. Включаем прибор. Активируем путь нагрев и приближаем датчик к подшипниковому щиту на расстояние от 1 до 5 миллиметров. Мы видим на дисплее значение температуры. При температуре до 100 градусов загораются зеленые светодиоды, свыше 100 градусов красные. Еще одна функция индикатора – определение неизвестной частоты вращения ротора с помощью встроенного стробоскопа. Сначала наносим контрастную метку на торцевую поверхность свободного конца вала. Если такой возможности нет, на боковую поверхность свободного конца вала наносятся две метки с противоположных сторон. Затем включаем прибор. На дисплее появляется надпись «Частота вращения». Нажимаем Enter. Включается стробоскоп и появляется значение частоты вращения 6000 оборотов в минуту. Запускаем машину. Направляем стробоскоп на метку. Нажимаем правую нижнюю кнопку и удерживаем ее до появления изображения одной метки. Далее с помощью правых кнопок добиваемся остановки изображения метки. На дисплее наблюдаем значение частоты вращения 1496 оборотов в минуту. Нажатием Enter вводим его в память индикатора и проверяем состояние подшипников контролируемой машины. Спасибо за внимание. Больше информации на нашем сайте. Ссылка в описании.